Пока, затем, то есть до 15 лет у нас увеличится. Правда, при виде журналистов и телекамер, еду в тарелке накладывают от души и даже больше, чем положено по нормам. Жалуются родителей на то, что в больнице запрещают включать воду в палатах, чтобы помыть посуду. А после 9 вечера в душевой выключают холодную воду. Но такие заявления в больнице называют клеветой. Вот ванная комната. Здесь можно ребенка подмыть в ванной. Вода теплая и горячая, бежит всегда. Никто холодную воду не переключает, кипятком детей не подмывают. Подмыть можно ребенка в любое время. Родители уверены, лоск в больнице навели после жалоб и звонка в медучреждение из регионального Минздрава. Тем временем ситуации заинтересовались в прокуратуре и начали проверку. Проверить соответствие. То есть действительно то, что на бумаге, тому, что по факту выдавалось во время лечения оказание медицинской помощи. Провести проверку обещают в максимально короткие сроки. Ситуация находится на особом контроле прокурора Златоуста. Перевозка челябинских детей из Крыма на полу микроавтобуса может вылиться в уголовное дело. Областная прокуратура провела проверку и считает, что перевозчик явно нарушил правила перевозки школьников. Все материалы ведомство передало в Следственный комитет. Скандал разразился в августе. В соцсетях родители опубликовали фото, как их детей везли с отдыха в нечеловеческих условиях. Вот так, прямо на полу микроавтобуса школьников везли из Крыма в Челябинск без еды и остановок. Поездка на военно-полевые сборы для 17 человек обернулась адом. Одна из сопровождающих мам выложила фото в сеть. Другие родители обратились за помощью в Челябинскую ГИБДД. Те связались с коллегами в Саратовской области. Маршрутку перехватили, детей отправили в лагерь. А после, по поручению главы региона Алексея Текслера, для детей арендовали комфортабельный автобус и их доставили в Челябинск. Дети перевозились не пристегнутые ремнями безопасности, местами располагались на полу, что недопустимо. В связи с чем, материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по части 1 ст. 238 Уголовного кодекса. Это оказание услуг, не отвечающие требованиям безопасности. Сейчас все материалы находятся у следователей. Если вину перевозчика признают, то ему грозит штраф до 300 тысяч или лишение свободы до двух лет. К другим темам южноуральские предприниматели смогут брать кредиты под низкие проценты. На встречу бизнесменам пошел банк открытия. Сегодня губернатор Алексей Текслер подписал соглашение о сотрудничестве с финансовой организацией. Малый бизнес для нас, безусловно, приоритет. И мы с, безусловно, областной администрацией, с муниципалитетами будем активно предлагать и банковское обслуживание, и дополнительные продукты для этих предприятий. А на самом деле они во многом то, что должно обеспечить движение экономики Челябинской области. Соглашение подписывают о взаимодействии в реализации нацпроектов, участии в госпрограммах поддержки малого предпринимательства и финансировании строительства соцобъектов, например, школ и детских садов. Алексей Текслер также предлагает рассмотреть возможность сдавать южноуральцам льготную ипотеку. Я предложил банку активно сотрудничать в части льготной ипотеки для семей с детьми. И я думаю, мы в ближайшее время выйдем и на это сотрудничество в том числе. Также банк поможет в кредитовании городам, чтобы закупить новые трамваи. Электротранспорт планируют обновить в Челябинске, Златоусте и Магнитогорске. Новый театральный сезон оперный открыл с обновленными статуями на крыше. Музу, танцовщицу и рабочего отреставрировали и покрыли жидким стеклом. Теперь им не страшен ни дождь, ни северный ветер. Строителям осталось доделать цоколь. Сейчас для него ждут специальный гранит. Успеет ли в срок, инспекция от правительства проверила ход работ. А вместе с ними и наш корреспондент Леонид Клеменчук. Я так понимаю, что так глубоко фасады, наверное, не делали со временем строительства. Да, в 20-х годах. Большой ремонт театра ждал долго. Инспекция от правительства во главе с заместителем губернатора осматривает работы. Четыре месяца полсотни монтажников, мастеров по граниту и архитекторов восстанавливают первоначальный облик здания. Театр уже заиграл новыми красками. Стены покрыли оттенком персикового цвета. Именно таким он и был в первоначальном виде, когда его построили. Основная работа демонтажных работ, все уже сделано. Бетонные работы закончены у нас. По граниту только. Единственное, по граниту 30-40% осталось добивать. 8.00. Начинается работа с утра и до 8.00. Это каждый день. Без выходных. Обновили и статуи на крыше. Время их не пощадило. У железобетонных символов прошлого отваливались руки и одежда. Скульптуры рабочего, муза и танцовщицы восстановили и покрыли жидким стеклом. Теперь им не страшен ни дождь, ни северный ветер. На заднем дворе оперного заканчивают парковку. Вокруг нее возводят забор из Каслинского лития. На очереди асфальтирование, освещение и монтажные работы на цоколе. Для него строители ждут крупную поставку гранита. Его привезут в конце октября. Низкие температуры не мешают вам делать эту работу? До минус 10 можно работать. Там специальные полиуретановые составы. То есть мы можем работать до минус 10. Цоколь немного изменит палитру. Ступеньки будут шоколадного цвета. На реконструкцию потратили 64 миллиона рублей. Несмотря на ремонт, театр 7 октября все же открыл театральный сезон. С опозданием на день строители заканчивали внутреннюю отделку здания. Вы видите, что главный вход уже сделан. И ничего не мешает сегодня приходить зрителю в театр. По правой и по левой части работы идут. Не премьером спектакля, не приходу зрителей в театр. Это не мешает, на мой взгляд. Строители заверяют, работы окончат в срок. Дата сдачи по контракту 30 ноября. Театр восстанавливают к саммитам Шоссе-Брикс. За счет городского бюджета также благоустроят сквер на площади Ярославского. Отреставрируют здания филармонии и молодежного театра. А также фасады домов по проспекту Ленина. Леонид Клеменчук, Андрей Ярушев, ОТВ. Обманутые дольщики получат деньги за жилье. Компенсации собственникам будут выдавать через специальный фонд помощи. Для этого дольщикам нужно зарегистрироваться в жилищно-строительном кооперативе. Закон о компенсации дольщикам принят в трех чтениях в Государственной Думе. Теперь, если застройщик объявляет себя банкротом, собственникам необходимо на общем собрании создать жилищно-строительный кооператив. То есть стать застройщиком дома и открыть расчетный счет в банке. Это еще один шаг для защиты наших обманутых дольщиков. Для Челябинской области это очень актуальный вопрос. Потому что у нас по-прежнему значительное количество домов остаются проблемными. И сотни семей справедливо требуют помощи в решении этой проблемы. Первыми, кто получит выплаты, станут дольщики ЖК «Новоград». Губернатор Алексей Текстер поручил направить деньги людям. Решением Алексея Текстера было, что один из тех двух проблемных объектов, которые мы в первую очередь будем достраивать, это будет как раз ЖСК «Новоград». Законодательным собранием Челябинской области уже принято решение о выделении средств для достройки дома ЖСК «Новоград». Первые компенсации начнут выплачивать уже в декабре. Суммы будут соответствовать нынешним ценам на рынке. Отмечу, в Челябинской области 56 проблемных домов в микрорайоне «Академ Риверсайт», «Радуга» и «Вчурилово». По меньшей мере, 4000 южноуральцев входят в группу обманутых дольщиков. Искусственный интеллект раскрывает преступления в микрорайоне «Парковый-2». Каждого, кто заходит в подъезд, фотографирует встроенная камера. Неудобная функция для воров, но очень полезная для жильцов. Чем еще полезны умные домофоны, выяснил Андрей Михайлюк. «Плошные преимущества. Вместо 58 рублей, которые он платил за старый домофон, я плачу всего лишь 5». Константин Воронин, работающий пенсионер, старается экономить. Для семейного бюджета новый домофон теперь обходится в 10 раз дешевле и работает бесперебойно. «Сарый домофон, который работал неустойчиво, были многократные сбои. Благодаря соседям спасибо большое. Я сейчас не нарадуюсь, мы все пользуемся, и поколение наше очень нравится». Константин теперь не беспокоится своей безопасности. В умный домофон встроена видеокамера. Все записи хранятся в надежном дата-центре компании «Интерсвязь». И в случае любого происшествия это видео можно отыскать. Кроме того, ключи от умных домофонов также гарантируют его пользователям спокойствие. «Наши домофоны оборудованы некопируемыми ключами с криптозащитой, в отличие от многих старых. То есть нельзя просто пойти и скопировать ключ. Ключи мы и так выдаем бесплатно. В тех дворах, где установлены домофоны, раскрываемость практически достигает 99%. Цена за умный домофон меняться не будет. Это твердая политика компании. «Что касается умных домофонов, то у нас твердая цена – это 5 рублей с квартиры, которые не пользуются трубкой, и 30 рублей с квартиры, в которой установлена старая пластиковая домофонная трубка». Важно, чтобы домофон был не только дешевым в обслуживании, но и максимально удобным. Все устройства отечественного производства. Сертифицированные прошли множество тестов. В подъезде Марины Олейник умный домофон установили прошлой зимой, как раз перед началом сильных морозов. Один раз был случай, что был сильный мороз. Через смартфон открыть дверь я не смогла. Но ключ работал, и то есть, приложив ключ, я спокойно открыла дверь. Чтобы бесплатно установить такую технологичную панель в своем подъезде, нужно провести собрание собственников жилья. Когда большинство проголосует «За», домофон от компании «Интерсвязь» станут на стражу безопасности жителей. Андрей Михалюк, Евгений Молчанов, ОТВ. Челябинский ветеринар дарит вторую жизнь домашним животным. Ставит на лапы тяжело больных кошек и собак, от которых отказались хозяева. Новых ищет с помощью странички в Инстаграм. Кого уже успел вылечить айболит и кто еще нуждается в помощи, выяснила Эльвира Хафизова. Всем привет. К нам поступил такой замечательный котей. Возраст у него примерно 10 лет. Поход к ветеринару для кота Мурлова стал вторым рождением и минутной славы. Рыжик теперь звезда в Инстаграм доктора Баграта Агажанова. От животного отказались хозяева и принесли его усыпить. У детей появилась аллергия на пушистика. Но ветеринар Мурлова решил оставить. Зачастую животных хозяева приносят усыпить, потому что лечить их просто дорого. Мы всегда стараемся до последнего момента отговаривать. То, что давайте рассрочку, давайте не буду считать все расходные материалы. Когда вижу ответную реакцию у человека, что он готов идти, ему действительно дорого животное, то да, а не так, что в коробке зашкварник принесли, бросили на стол и идти, по-моему, мне не нужно. Если хозяин решится усыпить питомца, отказ от животного оформляет документально. В таких случаях ветеринар Баграт Агажанов лечит котов и собак за свой счет и ищет новых хозяев. С помощью социальных сетей Баграт помог найти дом уже шестерым хвостатым. Помогают ветеринару его подписчики в Инстаграм. Их уже 7 тысяч. Их новые хозяева отзваниваются нам, отчитываются по поводу их состояния, как они вылечились, не вылечились, приходят дальше на процедуры, на вакцинации. Хаске по имени Юта повезло меньше. Собаку укусил клещ, но она родила 6 здоровых щенков. Еще пару дней назад пес был в тяжелом состоянии. Необходим подбор крови. Также группы у них, у них 8. И подобрать крайне сложно. Сейчас Юта чувствует себя лучше, но ей необходимо сделать переливание крови. Щенкам нужна мама. Но кормить их Юта сама не может. Содержание одного щенка в день обходится 800 рублей. Желающие помочь могут позвонить хозяину собаки по телефону. Его вы видите на экране. Эльвира Хафизова, Андрей Михайлюк, Ирина Шафикова, Андрей Федотов, ОТВ. Если у вас есть интересное видео, звоните по номеру горячей линии или пишите в вайбере и ватсапе номера на экране. Сразу после выпуска продолжение матча «Трактор против Фитязя». Встретимся на ОТВ в полночь. И в жизни, и в бизнесе я ценю честные отношения. Ценю надежных партнеров, один из которых – это банк, в который можно прийти и, глядя в глаза, поговорить с реальным человеком. Здесь понятные условия и быстрые решения по кредитам. Гарантии для участия в тендерах в течение дня. И всегда дадут дельный совет, как оформить документы. Для своего бизнеса я выбрал Челябинвестбанк. Челинвест.ру Быть первым – это начать с нуля. И превратить ноль в самую широкую сеть клубов. Это расширит список спортивных трансляций вместе с диагональю телевизора. Сменить боксерские перчатки на игровую консоль. Принять первую ставку через интернет. Сделать первое мобильное приложение и стать примером для вторых. Уже 25 лет мы делаем ставку на победу, чтобы вы сделали свою. Фонбет. Первая букмекерская компания. Возвращаемся на хоккей. После первой 20-ти минутки матч «Витязь трактор». Черно-белый уступает 0-1 хозяевам льда, хоккеистам из Подольска. Автор пока что единственной заброшенной шайбе на ваших экранах. Йормака в большинстве в формате 5 на 4 очень удачно поставил клюшку перед воротами Федотова. Набрасывал Ержабик, которому делал передачу Макеев. И таким образом на седьмой минуте хозяева счет в матче открыли. Ну и вообще по первой 20-ти минутке небольшое территориальное преимущество было у подопечных Кравица. Неплохо смотрелся Илья Ижов. Два, может быть даже и три, их отличных моментов было у наших ребят, когда можно было забрасывать. Но, к сожалению, седла Катертышный и Менщиков свои моменты не реализовали. Что касается братского створа, 13-8. Такова статистика в пользу хозяев льда после первой 20-ти минутки. В бросовании их больше выиграли хоккеисты трактора. Один с против шести. Здесь практически двукратное преимущество. Ну и по блокированным броскам все мы видели в начале периода, как активный трактор шел вперед, но при этом кисти витязя. Всеми правдами и неправдами блокировали шайбу. Это отразило статистики 8 заблокированных бросков по итогам первой 20-ти минутки против одного у трактора. Ну и по времени в атаке трактор почти 5 минут находился за чужой стене. Очень опасно может быть первый же момент и не попадают в пустые ворота нападающие подмосковные команды. Хотя очень здорово он все сделал и бросать не стал. Пытался растянуть нашего галкипера. Нет, защитник был Яковлевржабик. Возможно, не хватило. Такого чутья форвара.